Всем снова здравствуйте! Это продолжение распаковки всего, что я купил себе в коллекцию, пока был в Японии. Я был там две недели. И этот выпуск будет более насыщенный по консолям, по большим коробочкам. Поэтому смотрите и смотрите целиком. Я думаю, будет интересненько. Ребята, как вы, наверное, уже знаете, на Авито всегда есть огромный выбор консолей и игр, как современных, так и ретро со всех уголков мира. И еще удобнее следить за интересными лотами на канале Авито в Дискорд. А также там всегда можно пообщаться на интересные темы, найти единомышленников и выиграть крутой мерч, привезенный специально с крупнейших игровых выставок и не только. Я и сам там обязательно еще что-нибудь разыграю. Вступайте в Дискорд канал Авито по ссылке в описании этого видео. Итак, помните, я в прошлом выпуске откладывал картридж. Я не знаю, кто-то, может быть, заскриншотил, приблизил или разглядел. Это игра для Atari Lynx. И я искал хоть какую-нибудь игру, чтобы затестить, чтобы затестить Atari Lynx, который был очень спонтанной покупкой. Я вам честно скажу, я не ожидал, что это сделаю. Я не ожидал, во-первых, что он, ну, по меркам ретро-консолей и вот таких вот редких, стоит не так дорого. Я увидел его в магазине и подумал, надо брать. Это 19 800 йен. Потом взял, потом зашел на eBay и посмотрел то, что он стоит примерно, примерно столько он и стоит. Ну, тут, опять же, экономия на доставке никогда не вредит. Но я не ожидал, не ожидал. Я думал, я урвал его сильно дешево, но оказалось, примерно так он и стоит даже в коробке. Вроде как. И потом искал хоть какую-нибудь игру, чтобы его затестировать. Я еще вот его не вскрывал. Тут даже документация лежит снаружи. Коробка не идеальная. Ну и зачем нам идеальная? Я не любитель переплачивать за коробки тройную стоимость. И вот он, Atari Lynx. Это портативная консоль. Портативная консолька, которую тоже, как и Wonderswan, можно держать и так, и так в руках. Для сравнения, вот вам Game Boy Pocket. На самом деле, бандура такая приличная, здоровенная, массивная хрень. Куда вставляется картридж в тебя? Так, здесь батарейки, которых аж 6 штук надо. Люблю портативные ретро-консоли. 6 штук. И вот сюда, наверное, вставляется карик. Да. Вот так вот. Желательно не снимая пакет, конечно, это делать. Ну, в общем, стал я обладателем вот этой штуки. На днях затестирую, когда-нибудь и видосик сниму. Собственно, это из разряда таких вещей, до истории которой мы, наверное, доберемся не скоро. Поэтому какой-нибудь мини-хендс-он такой обзор. Привертеть в руках, рассказать, как оно работает, показать. На примере хотя бы одной игры можно и на лайв-канале будет. Ну, в общем, материал, на самом деле, сейчас у меня будет много. Как для основного, так и для лайв-канала. Ну, в основном для лайв, конечно. Для основного немножко по-другому формируется список тем. Но такая штука у меня теперь есть. Значит, и снова давайте к консоли. К самой большой, самой здоровенной. Уже видно через пакеты. Консоль, которую... А вот и хрен. Хрен с ней с консолью. Внезапно появляется вот такое издание R20. Рокману 20 лет. Толстенная книга за 1100 йен. Удивлен был. Бэушная, кстати. Бэушная книга. Удивлен был в такой небольшой цене. С удовольствием за такую цену ее взял. С удовольствием все бы подобные издания, которые выходят по Рокману. Их много. И другим моим любимым сериям. Брал бы бэушные за 600-700 рублей. Такое чудо. Это офигенно. Полистать картинки, попереводить японское Google Translate фотками. В общем, можно хорошо скрасить вечерок другой. А то и целую неделю просидеть вечерами за этой книжкой, узнавая что-то новое. Именно о Рокмане. Именно о японской игре. Так, это какая-то хрень с Tokyo Game Show. Уж не помню, в первом ли магазине я его взял. Но я точно его взял, возможно даже, точно взял в первый день, когда я пошел за видеоиграми. В Японии, в Осаке. Потому что я подумал, что... Я подумал, что мне больше не попадется PC-FX в таком хорошем качестве в коробке. И это было одной из моих целей. Я хотел взять или PC-FX, или Super Graphics, или PC-Engine GT, или Famicom Titler. И, соответственно, или несколько из этих консолей, насколько позволят средства. И вот такой вот PC-FX в коробке. Мне почему-то хотелось именно в коробке эту консоль. Вот не знаю. Вот не знаю. Тем более, что в коробке не намного дороже она стоит, чем без. Мне нравится оформление. Мне нравится эта система. Я с ней познакомился, поиграл. Ну, я знал, что она существует. Но впервые поиграл в нее только на GBX Summer Party этого года. Сюда я засунул игру, чтобы сэкономить место. Не совсем игру. Игра это аниме-фрик. Часть вторая. Это, скорее всего, просто видосы. Видосы для этой консоли. Консоль со стороны похожа. Я не буду доставать. Она довольно тяжелая. Вы еще увидите. Он на моем канале. Консоль со стороны очень похожа на комп. На пеку. Такую небольшую. Но это именно консоль. Это последняя консоль компании NEC. Мне очень жаль, что на ней все закончилось. Мне очень жаль, что она не попала в другие страны. Игр на английском на нее нет. И очень много дичи, в которую хочется играть. Но очень тяжело без знания языка. RPG-шки там парочку есть. Ну, в общем-очень мало таких экшеновых игр. Но я постарался закупиться прям играми для нее. Поэтому показываю ее сейчас. Чтобы потом, показывая игры, вы знали, для чего это. Потому что консоль, прямо так скажем, нераспространенная. И многие даже любители ретро о существовании ее не знают. Или разок видели что-то про нее в интернете и забыли. Queen of Queens. Хотел эту игру. Игра про рестлеров, девушек. И, ну, как вы понимаете, это чудесно. С чудесной графикой. С чудесной анимацией. И фишка этой штуки в том, что она как Сатурн или первая плойка. Которая очень злоупотребляет видосами. Игра, которая покорила меня на GBX Summer Party Team Innocent. Вот, я прям очень хотел ее взять. Это 2D-героиня, которая путешествует по такому глубокому миру. То есть, по которому можно ходить и вглубь, и влево-вправо. Ну, то есть, нельзя, наверное, сказать, что он 3D. Потому что он, ну, это как в Resident. Это как бы и 3D, и не 3D одновременно. Или как в Final Fantasy 7, где отрисованные задники. Но, тем не менее, выглядит это совершенно необычное управление. Именно как в Resident. То есть, влево-вправо поворачивается персонаж, вперед-назад бегает. При этом, возможно, это что-то больше похожее на квест. На point and click такой, правда, без мышки. Поэтому не point. Ну, в общем, персонаж тыкается. Пытается с чем-то взаимодействовать, получается или нет. Не знаю, можно ли мне, например, стрелять или драться. К сожалению, она на японском. Но вот она мне так запала, что я вот хочу прям сидеть, переводить и попробовать пройти целиком. Тем более, большинство игр для PC-FX, насколько я знаю, проходятся быстро, если знать, как их проходить. Значит, аниме-фрик еще 1 600 йен. Battle Hit. Это нечто похожее на игры для Mega CD, знаете, такие от первого лица файтинги. Но здесь он при этом рисованный. Там на камеру они такие снятые. Здесь рисованный. Не знаю, сколько стоил. Это все для PC-FX. Коробки такие у них большие. Здесь поролон, если это полный комплект у вас. Дальше идет вот такая фиговина. Она открывается. И здесь диск. У меня один такой диск был. Кто внимательно смотрит мой канал, может быть, видели. Мне однажды подписчик в подарок прислал. Я такой, воу, что это вообще такое? PC-FX, блин. Сам тогда у самого из башки выпало, что это такое. Так, немножечко разных игр. Игра Gunpei для Wonderswan. Насколько я знаю, была выпущена после смерти Gunpei Yokoi. Да и вообще, по-моему, Wonderswan сама была выпущена. Хоть и проектировалась при нем, но была выпущена после его смерти, если я не ошибаюсь. Игра была выпущена как дань уважения этому человеку. Называется Gunpei. Это у нас God's End Dinner. В общем, какое-то немецкое как будто название. Игра выглядит прикольно. Pixel Art в изометрии. Ну, знаете, как во втором, Diablo типа. Очень красивая сзади скрины. Захотелось с нее поиграть. Игра для PC Engine. Еще одна недешевая игра для PC Engine. Это PC Engine 3. Он же Bonk. Третья часть. На Хью карте. Прилично стоит. Прилично, ребята. Посмотрите в инете. Кому интересно, не помню. В следующем пакете сразу стопка игры. Только половина для Wonderswan. Игра с прекрасной обложкой. Жопа, непритые подмышки и сопли. N-Gacho. За 1100 йен такое брать обязательно. Дальше. Игра про грустнялого пацана. Внутри гандамы. Опять какие-то 500 йен. Дальше. Клуноа. Даже с такой обложкой. Это не то, чтобы одна из самых дорогих. Хоть она и дорогая. Но одна из самых лучших игр. Поэтому она стоит прилично. Из-за того, что ее, я так понимаю, англоязычные геймеры раскупают хорошо. Ну, в общем, тоже в копеечку влетело. Хорошо, что нашел хотя бы вот такой подранной обложкой, но в коробке. Не хочу играть для Wonderswan без коробок. Будут валяться бесцельно. Они такие маленькие. И неудобно их даже складировать. Например, от Game Boy друг на другу кладешь. Получается стопочка. А эти не очень. Final Fantasy первая часть. Тоже цены нет. Еще какие-то гандамы. Наверняка за 100 йен. Иначе я бы их не набирал. Консоль Wonderswan бандайская. Гандамы бандайские. Гандамов, гегемонов еще было очень много для Wonderswan. 500 йен One Piece. Куча One Piece есть. Не файтинговых, не экшеновых таких вот. А здесь вот похоже на файтинг. Возможно, на платформе. Таких игр для Wonderswan немного. Такие надо ценить. Тем более за 500 йен. Игра за 680 йен. Какая-то по текену штука. Что там происходит, вообще непонятно. Ценником заклеено. Ну, не ценником, а штрих-кодом. Скриншоты взял. Одна из лучших игр, как пишет в инете, для Wonderswan. Название не помню. Девчонка странная. Что-то вот куда-то бежит. 300 йен One Piece. Здесь больше похоже на JRPG уже. Опять же, ну, в JRPG, кстати, можно погонять. Пьё-пьё. 1180 йен. Тоже одна из лучших игр для Wonderswan. Какие-то из них для Color, какие-то для черно-белого. Не стал сейчас. На самом деле забыл. И поэтому не разделял на эти две категории. Но для вас, наверное, шо-то, шо-это. Пока не углубимся в эту тему. Оно для вас всё одно. Супер-мега кабель для Neo Geo Pocket. О котором расскажу позже. Чудесный кабель. Не хочу даже касаться сейчас этой темы. Пару книг. Каталог. Perfect каталог. От PC Engine. Да, PC Fx. То есть все NEC-овские консоли. Все железки и аксессуары официальные. NEC-овские. То есть не именно... Именно NEC-овские. Сёртпать аксессуаров нет. Именно то, что, короче, важно. Всякие там расширители памяти, мультитапы. То, что прям важно для развития консолей. И все-все-все игры для всех этих систем, разделённые на... Везде отмечено, там, какая карточка требуется. Аркадная или супер-сидером, или просто сидером. В общем, классный каталог. Очень пригодится мне для написания обзора однажды. Ещё одна книжка из серии каталогов. Мне понравилась обложка. Я, к сожалению, не было примера посмотреть её распакованную. Но здесь нарисованы все портативки. Меня это заинтересовало. Все-все портативки. Я думаю, здесь будут все модели. Возможно, какие-то редкие варианты. Была такая же книжка про Game & Watch и старые игрушки. Нинтендовские. Но это и на русском сейчас издаётся. Поэтому брать не стал. А вот такая меня заинтересовала. Тут какая-то газета. Газета, на которой распечатки того, сколько стоят всякие игры. У-у-у, Супер Татаки, Магура, Паккун Магура. Я не помню название этой игры. Очень редко она попадается в коробке. И стоит, опять же, довольно дорого обычно. Здесь 3000 йен. Но это вообще ничего за эту игру в коробке. Заменю свой экземпляр в коллекции, где было всё, кроме коробки. То есть и молоток. Ну, тут ещё и, вон, смотрите, пакет есть. Официальный, наверное. И бумажка. А коврик, молоток и игра в коробочке. Это всё, что у меня было. А вот этой большой общей коробки у меня не было. И, в общем-то, выставлю свой комплект на продажу на Авито рано или поздно. А этот оставлю себе в коллекцию аксессуаров для Famicom. Итак, подбираемся к невероятной крутизне. Всё ещё самая дорогая моя покупка находится пока на полу. Скоро доберёмся. Но прежде целая пачка маленьких пакетов с дисками, картриджами, карточками. Так. Так. Хатсон пошёл. Вот она, аркадная. Как я и говорил, сбоку на корешке. Это чего я не знаю. Какой-то файтинг. Я понемножку просто покупаю игры. Рано или поздно. А точнее, довольно рано. Начну готовиться к обзору этих систем. И надо будет иметь много игр, много систем. Это чего? А это тоже аркадная игра. Наверное, какой-то ков. King of Fighters. У меня карточки нет даже, чтобы поиграть в это всё добро. Скорее всего. Хотя, возможно, на дуо оно заведётся. Ранма 1.2 для PCC Engine. Не знаю. Может быть, просто какая-то анимация, какое-то аниме. Купил 500 йен. Мне жалко. Кунио Кун Футбик. 540 йен. Ах, Кунио Куны выходили на PC Engine. Это дико радует. А эта система гораздо сильнее, чем NES. И Famicom Rock On. А, да. Игра, купленная ради обложки. Тысячу йен не пожалел. Вы посмотрите на эту дичь. Когда я только приехал в Японию, я, конечно, не особо жалел деньги. И покупал много дичи. Дабл Дрэгон. Это игра для... Как он? Нео Джо Сиди. Мне же подарили эту консоль. И у меня не было ни одного лицензионного диска. Только пачка болванок, подаренных же. Дабл Дрэгон. Я решил, прикольно будет заценить для этой системы. Рил Баут. Это какая-то копеечная игра. Какой-то файтинг. Опять же, походу, King of Fighters. Самурай Спиритс. Та же игра, которую у меня есть для Neo Geo на картридже. Вот она же и на диске. Уже за 480 йен. Вообще копейки. Neo Geo CD Special Entertainment CD-ROM. 380 йен. Опять же, интересно, что внутри. Какая-то дичь. О, наконец-то. Наконец-то подвалили игрушки для Neo Geo Pocket и Pocket Color. Вот такие у них. Господи. Коробочки. Вот такие. Вот так они открываются. И внутри инструкция и холдер для картриджа. Где он там мой? Отложенный еще с прошлого видоса. Metal Slug First Mission стоит прилично. Сколько, не помню. Если что, погуглите. Но при этом эта стоимость ни в какое сравнение не идет со стоимостью Second Mission. Второй части, которая там уже за 20 тысяч йен, по-моему, стоит. 900 йен. Очень тяжело найти игры для Neo Geo Pocket, которые будут недорогие и при этом играбельные для меня. Это очень тяжело. Какая-то, не знаю, не знаю, что. Опять же, скрины заклеены. 900 йен. 3000 йен это файтинг. Консоль Neo Geo. Она слабенькая, она портативная. Это для колора. Но при этом на ней куча файтингов. Куча переделанных простеньких файтингов. SNK. Следующая пачка. Опять диски. Точнее, кью-карты в основном для PC Engine. Один только диск. Это Bomberman. А, вот тут я от души разошелся. Довольно хорошие игры. Это Bomberman такой, как на Virtual Boy, где сыпятся сверху штучки. Ну, возможно, игра другая, но такого типа пазлового. Это Bomberman просто. Не помню, возможно, это Bomberman 93. А, возможно, нет. То ли их там три было, то ли два. Просто с разными обложками. Непонятно. Bomberman 94. Классная штука. И PC Engine 1, 2 часть. Дорогие игрушки. 4 700. 4 200. Ен, естественно. Ну, как дорогие. Смотря как посмотреть, да. Смотря как посмотреть, это супер-тавтология. Так, игруха за 463 иены. Вот этот табло... Ценник правильный. Этот старый. Из 90-х. Игруха для HyperShot. Вот этих вот штук. Которым бить надо быстро. Вторую нашел только очень задорого, к сожалению. Поэтому не взял. Но можно ее найти дешевле. Хочу в коробках их. Потому что они оформлены единообразно. Такой вот цвет оранжевый. Ну, кстати, и Air Kung Fu тоже в такой оранжевой коробке должен быть. Ну, там я на коробку пожадничал. А, 280 и 1280 йен. Такой вот разброс. Первая и вторая Donkey Kong. Там фишка в том, что, во-первых, у меня есть барабаны, аксессуар. Есть англоязычные игры Donkey Kong. И есть японские. Там они отличаются песнями практически полностью. Поэтому есть смысл взять вот эти две геймкубовские Donkey Kong. Чтобы можно было играть. Я в свое время их все на баланке записывал и играл. Чтобы можно было с этими барабанами поиграть самое большое количество песен, которые существуют для этих барабанов. Вот так вот. Подбираемся мы к кульминации. И начнем мы ее с вот этого парня. Возможно, вы скажете, что я поехавший. Но я не мог не купить эту. Это аксессуар для видеоигры на Nintendo Wii. Это какое-то ответвление Кукинг Мамы. Судя по всему. Про ребенка. Тут у него есть разъем для Wi-Mode. Игра для Wii. Вы сюда вставляете Wi-Mode и начинаете управлять игрой. Я не мог пройти мимо, когда увидел это за 400, по-моему, йен. Или 300 даже. 300-400 йен в магазине хардов. Он стоял. Я сначала поржал, потом посмотрел на цену. Потом мы прогулялись. Потом вернулся и взял его. Тем более, что мне нужна была какая-нибудь коробка. Какая-нибудь коробка, чтобы привезти вещи, которые я не хочу мять. Здесь много игр, которые мне не хотелось смять в чемодане по причине их раритетности, редкости и дороговизны. И поэтому я упаковал их сюда. А так, это как раз-таки упаковка от этого ребенка для Wii. У меня игры, кстати, нет. Она, судя по всему, продается отдельно. На самом деле, некоторые игры сюда пихались рандомно. Собиралось все, как обычно, в спешке. Но некоторые были засунуты именно из расчета того, чтобы не раздавить. Сюда, конечно, и бонков надо было этих PC Genjin'ов засунуть. Тем не менее. Игра 1280 йен для Wonders One Color. Про Кинникумана. Если я не путаю его имя. Этого персонажа многие знают по игре для Famicom. Многих она была даже в детстве для Dendy. Rockman & Bass для Wonders One черно-белого. Какие-то Rockman'ы для этих консолек полное говно. Какие-то хорошие. Я имею в виду Wonders One и Neo Geo Pocket цветные и черно-белые. Но, тем не менее, все они стоят дорого. Все они стоят дорого. Все они редкие. Rockman что-то там. Wonders One. Rockman XZ, что ли, она называется. 6580 йен для Wonders One. Ну, в общем, такие дела. Front Mission 2700 для Wonders One Color. Говорят, на японском во Front Mission можно играть. Мистер Дриллер для Wonders One Color. Хорошая игра. Рубился в свое время где-то на DS, что ли. Поэтому даже с удовольствием буду. Какая-то игра за 1000 йен. Сзади нет даже видеогеймплея. В основном картинки типа, как, знаете, из мультика. Я не знаю. Может, вот такое ощущение, когда смотришь на такие игры, что там и нет игры. Там просто какой-то мультик. Как это было на ГБА, например. Ну, в общем, посмотрим. 500 йен какая-то игра. Возможно, новелла. Возможно, РПГ. Возможно, все, что угодно. Единственное, что я зацепил для PlayStation. Не смог пройти вот такого издания. Raven, Ribbon, сиквел к Мисту. Ну, по сути, это Мист 2. Они потом продолжили нумерацию. За 400 йен 5 дисков. Да, говорил, что ничего старался не покупать. Такого, во что играть не буду. Просто поставлю на полку. Ну, вот, купил. Дальше идет кое-какая консоль. И там еще игрухи. Ну, наверное, давайте оставим эту консоль напоследок как интригу. Тем более скоро все разрешится. Игра в комплекте есть. А я ее не заметил, когда даже все упаковывал. Я даже ее искал на полках потом, чтобы было все в комплекте. А я думал, ее нет. А она там. Вот эту штуку купил. Надеюсь, не ошибся. Смотрю сейчас на полку. Нет, кажется, все правильно сделал. Это серия игр с дисками. Игра для Super Famicom. Консоль-картридж. Диск в музыкальный проигрыватель дисков. И через специальное устройство консоль переключает треки. И у вас получается в игре сопровождение голосовое через внешний источник, так скажем. Я как-то уже показывал, рассказывал. Мне третья еще осталось ее найти. Это 1400 йен обошлось. Довольно дешево для этой штуки. Значит, дальше. Да, все-таки я наврал. Вот еще первая часть для Family Trainer. 600 йен. Она, по-моему, самая вообще дешевая из них. Их больше всего. Family Trainer Famicom в прошлом выпуске показывал седьмую. Рандомный Gundam за 400 йен. Ну, когда встречаешь такое, ну, типа думаешь. Ну, что такое? Игра для Wonderswan за 250 рублей. Надо брать. Надо брать. Хочется собирать какие-то новые коллекции. Вы знаете, иногда. Это две подставочки. На полку есть какая-нибудь дорогая игра. Хочется ее поставить на стендик. Вот такие нашел. Довольно дорогие, сволочи. 480 йен, но купил. Две штуки. Всего две было прозрачных. А разноцветные брать не стал. Еще какая-то дичь. Это Sherlock Holmes для PC Engine. Тут почему-то здоровенная толстенная коробка. Сдвоенная. Не знаю, сколько там дисков. Ну, в общем, сзади красивые женщины. Возможно, FMV игра. Возможно, нет. Еще какая-то дичь для PCFX Return to Zork. Не знаю, почему взял. Аж 2000 йен. Возможно, гуглил. Возможно, нет. Возможно, игра какая-то необычная для этой консоли. Не помню уже. Уже не помню. Конечно, в гугле было много времени проведено. Прямо в магазинах. Все, коробка пустая. Осталась. Это самая мистическая консоль. На самом деле, самая дорогая покупка моя в Японии. После того, как я не нашел ни Тайтлер, ни второй SuperGraphics. Один SuperGraphics единственный. Нашел во всех магазинах. Больше 20 я их посетил в Японии. Всего один я нашел. Это был для выставки для Авито. Это не моя консоль. Не стоит путать. После того, как не нашел ни Тайтлер, ни SuperGraphics для себя, я принял решение взять себе этот PC Engine GT. В замечательном состоянии. Это портативный PC Engine, который проигрывает, соответственно, только карточки. Хью карточки. Работает тоже от шести батареек. Я его тестил. Играл в третьего бонка. Очень хотел себе эту штуку. И если бы не этот отпуск. Ну, знаете, когда едешь в отпуск, ты располагаешь определенными средствами. Ты их накопил. Ты собираешься их потратить. И ты можешь выделить какую-то крупную сумму на какую-то покупку. Ты готов к этому. А когда сидишь дома и листаешь аукционы жаба, душит очень сильно. Да и денег всегда на все не хватает. И я думал, что вдруг я себе никогда не смогу его позволить. Но так хочется. Ну, в общем, вот так вот все совпало. Что именно его я и привез как главный трофей из этой поездки. Офигенная штука. Массивная, клевая, большая. Экран у него просто замечательный. Когда-нибудь расскажу вам про него. Ну, в кавычках он такой старенький. Старенькая технология. Их сейчас меняют. Но я хотел именно оригинальный. Чтобы прочувствовать вот этот вот дух. Все, ребятки. На этом все. Две горы игр. Притащил. Было непросто. Было непросто. Здесь, на самом деле, очень много игр. Килограмм тридцать. Все вместе с консолями получилось, я думаю. Плюс я еще для Игромира, для выставки тащил кучу консолей. Которые в этот видос не попали. Но которые все есть на основном канале. Видео, которые вы просто обязаны посмотреть, если еще не видели. Как я езжу по Японии. Собственно, по этим магазинам. Какой там ассортимент. Слово забыл. Такие дела. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Как показывает статистика. Сейчас в статистике можно посмотреть, сколько зрителей твоего канала. Сколько подписчиков нажали колокольчик. У меня, как и, собственно, у большинства блогеров. Это 5-10% людей. То есть очень малое количество. В общем, а Ютуб на это ориентируется. Поэтому, если вам удобно. Если вам не жалко и все такое. Жмите колокольчик. Не будете пропускать видео. Будет статистика растет. Будет классно все. А если нет, то и нет. Вот. Заходите в магазин. Мои одежды, худи, футболки и все такое. Переходите по всем ссылкам в описании. Хорошего вам настроения. Хорошей недели или выходных. В зависимости от того, когда это видео выйдет. Я с вами прощаюсь. Но ненадолго. Скоро куча контента. Пошел раскладывать все коробки по полкам. Расчищать какие-нибудь полки придется. Люблю это дело. Пока.